МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какого эффекта стоит ждать от прошедшего в России мундиале? Станет ли он тем стимулом, который поможет вывести футбол в нашей стране на действительно новый уровень? Или просто останется ярким событием, о котором еще долго будут вспоминать в Питере, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах, которые принимали у себя этот спортивный праздник? Как в нынешнем сезоне чувствует себя ФК Саров? И какие проблемы наиболее остро стоят перед нашим клубом? Почему так важно развивать детский спорт? И что нужно сделать, чтобы открыть перед талантливыми ребятами дорогу в большой футбол? Об этом и многом другом мы побеседуем с председателем Совета футбольного клуба Саров Сергеем Безруковым. Сергей Георгиевич, вот буквально только-только отгремел чемпионат мира по футболу, вы человек очень близкий к этому виду спорта, скажите, пожалуйста, какие на вас он произвел впечатление. Вы болели дома у телевизора или получилось выбраться на стадион? К сожалению, выбраться никуда не удалось, поэтому получал удовольствие, наблюдая по телевизору, смотрел практически весь чемпионат. Не скажу, что произвело какое-то колоссальное впечатление содержание всех игр, но были выдающиеся игры действительно по-настоящему, были очень хорошие команды классные, которые понравились, было большое количество красивых голов. То есть, в целом впечатление, конечно, ну и то, что праздник в нашей стороне действительно состоялся, это произвело сильное впечатление. А как вы думаете, наша сборная заслуженно прошла так далеко или все-таки сыграла свою роль эффект родных стен? Думаю, сыграла несколько факторов. Думаю, сыграла роль, во-первых, то, что где-то удача была на нашей стороне, достаточно слабая группа, из которой нашелся достаточно легко. В 1-8 финала, с моей точки зрения, Испания как-то проявила себя неадекватно. Сыграли ниже своего уровня. Сыграли просто непонятно какой футбол, то есть проведя 95% на половине поля соперников около стороной площадки, не предпринять ничего интересного для такой команды, с моей точки зрения, необъяснимо. Ну и плюс, конечно, надо отдать должное нашим, что подготовились к этому турниру действительно серьезно. Тренерский штаб проделал колоссальную работу, и в данной ситуации выбрала оптимальную тактику, и подготовка физическая игроков была очень на приличном уровне, и думаю, что было сыграно максимально из того, что наши были готовы на данный момент. А сами игроки? Вот сейчас играют поколения ребят, которые росли уже в 2000-х. Вы чувствуете какую-то разницу по сравнению с теми прошлыми поколениями игроков, в которых, ну, как-то никто уже не верил под конец. Вот этот чемпионат показал, что успеха на турнире, никто играет красивее, никто играет интереснее в футбол, а успеха в турнире, с точки зрения турнира таблицы, добиваются те команды, в которых поставлена хорошая игра. Вот Аргентина, такой набор исполнителей, что любая команда позавидует. Ну, командная игра была не выстроена. В настоящий момент, чтобы добиваться успеха в турнирах, надо быть готовым командно. Вот посмотрите французы. Ведь они же тоже все там игроки, которые играют в ведущих чемпионатах мира. И казалось бы, им тоже можно было бы сделать скидку на усталость там все. Но они настолько хорошо были готовы физически, организационно, все было отлажено, как машина. Вот французы, с моей точки зрения, не играли в самый зрелищный футбол, но они были заточены максимально на результат. С моей точки зрения, французы были наголову сильнее всех. А кто мог бы составить им конкуренцию, если бы сетка чуть-чуть иначе сложилась? Французы попробовали со всеми сыграть. Бельгийцы, которые, с моей точки зрения, были второй командой по силе, не вторая, а третья где-то. Бельгийцы, которые играли с французами, было видно, что французы сильнее, мощнее организованнее. Конечно, Бразилия. Конечно, Бразилия, как всегда, поразила. В этом году они были подготовлены как никогда в последних чемпионатах. Но вот нашла касанную камень с бельгийцами. Вот пропустили первый как бы необязательный гол, потом второй на контратаке, долго и мучительно отыгрывались, но все равно футбол бразильский мне понравился больше всего. Ну, футбол вообще интересный вид спорта. Вот если в хоккее встречаются команды действительно разный уровень, там тоже Россия и Испания, счет будет 10-0 вообще. А в футболе возможны ситуации, когда забили гол, посчастливилось, дальше встали в глухую оборону и все. Соперник ничего не может сделать. Хоть и неймор у него, хоть и на ест, да кто угодно. Ну, есть такой момент. Вот поэтому современный футбол, он такой достаточно прагматичный. Тягучий какой-то. Прагматичный, да, закрытый и нацеленный на результат. С моей точки зрения, для футбола это не очень хорошо, но это реалии нашей жизни, то есть цена, ставка, победа очень высока. И давайте, чтобы закрыть эту тему, поговорим о том, какой эффект произвел и произведет чемпионат мира по футболу в России на наш родной футбол. Даст какой-то толчок к развитию или это будет просто яркое красивое событие, которое таким и запомнится? Ну, вот надо отталкиваться всегда от какого-то жизненного опыта. Вот в 2008 году я вспоминаю, как наши завивали бронзовую медаль на чемпионате Европы. Это был такой национальный подъем. Я прекрасно помню. Помните, как мы даже в Сарове здесь люди выходили толпами ночью на улице, с флагами ездили на машинах, были счастливы до безумия. Что за эти 10 лет у нас изменилось? Вот ничего. Ровным счетом. Вот как играл Игнашевич 10 лет назад, так за 10 лет мы ни одного центрального защитника не могли испытать приличный уровень. Я скажу больше. Вот мы говорили о командной игре. Вот для меня главный показатель качественной работы футбола в стране, развития футбола в стране, это качество подготовки игроков. Вот практически уверен, что ни один из этих игроков серьезно, ну может быть где-то головин там отдаленно, ни один из этих игроков серьезно востребован в западных клубах не будет. А это главный показатель. Посмотрите, Япония. Все игроки играют в немецких клубах практически. Японцы? Японцы. При своих физических качествах? Ну, они показали сумасшедшую игру с бельгийцами. Я не ожидал вообще такой. Исландцы все играют практически в чемпионате Англии и Шотландии. И другие игроки. Я уж не говорю про Аргентину и Колумбию, и Ругвай. То есть, если человека приглашают в серьезный западный клуб, это говорит о том, что воспитываются серьезные, качественные игроки. У нас, к сожалению, такого нет. При всем том, что мы добились результативного успеха, у нас нету системы подготовки футболистов. А чего нам не хватает, чтобы она появилась? Вот это вопрос, который я до сих пор не могу ответить. Чего нам не хватает? Я сам не знаю. Казалось бы, настроено полей огромное количество по всей стране. С моей точки зрения, вот как подходили ко всему этому те же исландцы, те же немцы. Должны быть квалифицированные тренера. Все тренера, которые работают с детьми в Европе, они проходят серьезное обучение в европейских школах и центрах. Это специалисты? Это специалисты, которые работают с детьми. Без этого нельзя. Это закладывается в этом возрасте, закладывается основа футбола. Поэтому на это нужны большие деньги. Не будем скрывать большие деньги, чтобы подготовить таких специалистов. В нашей стране сейчас денег нет. Все мы прекрасно понимаем. Поэтому, с моей точки зрения, ожидать чего-то сверхъестественного, у меня нет такого оптимизма. Потому как развивалась ситуация до этого, нет у меня уверенности, что что-то кардинально изменится. Дай бог, если я буду ошибаться. А деньги появятся, если футбол станет бизнесом? Да. Деньги появятся в футболе тогда, когда пойдут инвестиции, когда будут покупать с удовольствием частные компании, частные инвесторы. Но это произойдет только в одном случае. Футбол же это часть экономики страны. Если экономика в стране поднимется, люди смогут себе позволить покупать дорогие билеты, покупать атрибутику, проводить время на стадионах, команды, появится возможность покупать хороших игроков, действительно хороших, кто бы поехал в Россию. Это же все вот, и наши игроки будут твориться в этом соку быстрее, если они будут соперничать и играть рядом с серьезными звездами. То есть футбол это часть экономики. Ну, чудес не бывает. Пока мы не наладим жизнь в стране, в отдельно развитой области ничего сделать кардинально не удастся. А если мы немного спустим уровень до нашей колючки в областные и городские футбольные чемпионаты первенства, они те же проблемы испытывают? У нас суперсовременная база. По российским уровням суперсовременная база, которой в области практически нет. В области нет. И в России таких немного. Мы пока, к сожалению, ничего на этой базе сделать не можем. По объективным причинам у нас нет методической выставленной работы. Вот это главный момент, который все сдерживает. Не все сразу. Надо с чего-то начать, а дальше уже дело пойдет, если к этому правильно отнестись. Я абсолютно с этим согласен. Я абсолютно с этим согласен. Но какое-то движение уже должно быть. А его пока нету? Пока нету, к сожалению. Пока нету, к сожалению. И при том, что мы и клуб со своей стороны, и тренеры детской южного центра, и сами тренера делают все, что в их силах не хватает. Где-то не хватает знаний, где-то опыта, где-то навыков. Нужно тренерам проходить серьезное обучение. Нужно приглашать кого-то специалиста возглавлять отделение футбола с серьезным опытом работы в таких школах. Ну, чудес не бывает. Ведь это ведь как в школе. Вот есть преподаватель, который знает предмет. У него дети все олимпиадники. У него поступают все в институты. Это чудес не бывает. Есть у нас Седов, лыжный тренер, который ну просто вот кует эти таланты. Знает предмет человек, как готовить мастеров, как готовить детей. Это сложный процесс. Это за один день не научишься, за десять лет не научишься, если ты неправильно обучаешься. Есть определенные методические проблемы, которые нужно решать. Только их. Никаких других больше нет. И тренера есть, и желания у них есть, и все. Но качество работы нужно лучше. Все мы уже это понимаем. Но нам есть с кого брать пример? Есть в области места, города, да даже села, где эта работа хоть как-то запустилась? Я думаю, что правильно выстроенная работа в области нет точно. К сожалению. Если бы она была, был бы результат. Есть хорошие, способные репетишки, не более того. Не более того. Никаких сверхъестественных. То есть, пока все на таком кустарном уровне. Да. На энтузиазму, на желание любить футболе. На энтузиазму, на желание тренеров, которые... Кто-то тренера покрепче, которые поиграли сами на хорошем уровне, которые могут дать детям больше, чем другие остальные тренеры. Где-то в области больше внимания уделяется детской школе. Могут себе позволить там участвовать в большом количестве турниров. Ведь вот мы говорим про тренеров, да, про наших, что не хватает им. Но ведь им надо дать должное. Они много делают для того, чтобы это движение было. Очень практически... Ведь что такое бюджет детской спортивной школы? Он ограничен. Там столько видов спорта, они просто не могут позволить себе на все... Выделять достаточно много средств. Поэтому большинство тренеров работают со спонсорами, с родителями. Родители очень много помогают. И надо отдать им должное. Это потом... Ну, тренеров не такая большая зарплата. Ну, 20 тысяч небольшие. Ведь они все молодые, серьезные, любят у кого-то уже семьи, у кого-то дети. Им нужно содержать семью. Они вынуждены, не по своей воле, они не надо же где-то подрабатывать. Кто-то в школах, кто-то там в институте, учителя института. Это все распыление, оно не способствует эффективной работе. Поэтому проблем на самом деле... Мы как-то пару лет назад собирались с Думой, с администрацией на предмет того, что нам нужно организовывать вот футбольный региональный центр. Ну, первый вопрос был, наверное, вопрос разумный. Что Саров от этого будет? Для чего нам это нужно? Ну, вот сейчас мы научимся делать хороших детей. Что Саров от этого иметь будет? Ну, против такого ломового вопроса аргументов нет. То есть тут как бы... Мы можем, конечно, понимаем, что это, во-первых, здоровое поколение. Это, во-первых, серьезно востребованные в футбольном плане ребята, которые могли бы продолжать свою карьеру футбольную где-то в хорошем клубе. Что это Сарова дает? Ну, кроме имиджа. Ну, что Сарова дает, если у нас Настя Седова, призер Олимпийских игр? Вот это здесь тоже область. Это почет, это удовлетворение от того, что мы ведем правильную работу, от того, что у нас дети растут здоровые, увлеченные. Да нет, по такому принципу можно и железную дорогу не строить. Они окупятся только лет через сто. Да, да, да. То есть вот эти вложения, они всегда, вот вложения в детей, они всегда правильные, они всегда социальные, они всегда нацелены на благой дел. Надо хотеть что-то делать. Чтобы воля была. Надо хотеть делать. То есть должна быть политическая воля, правильно вы говорите. Без этого никуда. надо где-то расставить приоритеты, что мы хотим действительно. Вот что мы хотим. Или мы хотим вот так ковыряться, худо-бедно, на той шикарной базе, которая есть, вроде как обозначать работу, которая ведется. Или мы хотим чего-то реально добиться. Вот надо расставлять приоритеты. Но вы считаете, что у Сарова есть потенциал, чтобы все это дело взаимодействовать? Потенциал у нас колоссальный. Ведь все основное, что нам нужно, у нас есть. У нас есть база, самое главное. У нас есть достаточно выстроенная система, у нас есть школа, которая этим занимается. И тренера у нас есть, и дети есть, все есть. Ведь футбол, вот почему я еще говорю, вот сейчас по опыту чемпионата мира, что мы видим? Мы видим то, что настолько огромное социальное явление, вот ни один вид спорта не может сколыхнуть так страну, как это делает футбол. Когда президенты приезжают на финал, на полуфинал чемпионата мира, люди сотнями тысяч собираются на стадион, у телевизора миллиарды. Это самый массовый, самый доступный, испокон веков был вид спорта и до сих пор им остается. Поэтому это надо использовать. Вот с моей точки зрения, это огромный социальный момент для нашего города. Вот вокруг такой команды можно объединить на каждой игре, стадион у нас смещает три тысячи человек. Вот цель, задаться целью, научиться собирать на стадионе три тысячи человек на каждой игре. Вы думаете это реально? Реально, абсолютно. В Сарове где 90 тысяч живет? Ну почему нет? Конечно реально. Ведь вопрос, о чем мы уже говорили, это как все это обустроить? Как все это обустроить? Это и время препровождения на стадионе, это максимальный отдых, это и питание, это и развлечения какие-то, это все. Ведь в хорошие моменты, когда у нас команда в хорошем состоянии, у нас были и тысячи, и полторы тысячи человек. А к нынешнему сезону наш футбольный клуб Саров в каком состоянии подошел? Я знаю, есть определенные проблемы с финансированием. Проблемы есть с финансированием. Вот к сожалению, к сожалению, я еще раз подчеркну, я как бы не знаю настоящую причину этих проблем, откуда они взялись и почему вдруг ситуация стала развиваться так. Ну вот на части вот за два года, 700 тысяч в прошлом году, там и 600 тысяч, 500 тысяч в этом, клуб потерял миллион двести тысяч. А какой был бюджет до этого в общем? Бюджет был 3 700, 3 700, 3 800. Ну то треть, 30 процентов сняли. 30 процентов. Я не очень понимаю, как так получилось. Вот почему и, ну понимаете, вот непонятно и обидно то, что все эти годы мы футбольный клуб посвятил развитию детско-мужеского футбола. Кроме того, что и команда первая добивалась значительных результатов, собирала зрителей на трибунах, и много было сделано для организации структуры работы детско-мужеской школы, потому что мы понимаем, что без детской школы, клуб, ничего себе не представляли. И работу как будто непочатый край, ее нужно продолжать. И вдруг вот на части, когда все построено, когда построена шикарная база, на которой только работать и работать, наоборот, поддерживает нас. И вдруг вот такие необъяснимые, с моей точки зрения, шаги, ну непонятные. Непонятные, поэтому вдвойне обидно, когда вот столько лет труда, оно получается никому не нужно, никому не неинтересно. Вот два года у меня ушло на борьбу с этим явлением. И вроде бы вот как, вроде вот как… Для вас это стало неожиданностью, я правильно понимаю? Ну, когда это продолжается два года, это уже неожиданность, это просто недоумение. Недоумение, почему, как, за что, это… Больше недоумение, чем… Может, какие причины называли, результаты, например… Не назывались. Причины назывались разные, но в конечном итоге они все пропадали, когда садились за стол и объясняли, и показывали, и доказывали. И сейчас никаких реальных причин нет. Я надеюсь, все-таки здравый смысл торжествует, и мы, в конечном итоге, вернемся к нормальной работе, потому что ведь это… Кроме… Где-то вот… Я понимаю, что… Вот я говорил, что детские тренера в нашем футболе, они очень много прикладывают усилий для того, чтобы поддерживать свои детские команды за счет родителей, за счет спонсоров. Это… Ну… Я просто отдаю им должное. Где-то вот… Было нормальное финансирование, мы уже начали строить планы, чтобы помогать детскому футболу хоть немножко как-то, какими-то моментами, турниры проводить и все дополнительно. Вот… Сейчас мы лишены этой возможности. Ведь все дети, вот дети, которые занимаются в школе, они все равно рано или поздно хотят быть в первой команде. Они же не просто так учатся, они же не просто так тренируются. У них цель в конечном итоге показать себя на более высоком уровне, попробовать себя в большом футболе, в серьезном большом футболе. Это для них локомотив. Что бы мы ни говорили, это для них локомотив. Клуб. Надо использовать и ни в коем случае не терять. Не хотелось бы, не хотелось бы доводить вот до плохого. Когда уже… Потом создавать всегда сложнее. Разрушить быстро. Создавать всегда сложнее. Не будем летать в облаках. Мы бюджетная команда. Других вариантов на ближайшую перспективу у нас нет. Другое дело, что нам нужно научиться работать с определенными бюджетными средствами, ограниченными, достаточными, чтобы мы могли вести эффективную работу в пределах области. Мы не замахиваемся на какие-то соревнования регионального, российского уровня. Потому что это совсем другие расходы, это совсем другие средства в плане поездок, проживания. И потом режим, игровой режим совсем другой. Поэтому давайте работать там, где мы можем. Уровень области футбольной нас вполне устраивает, чтобы мы могли готовить детей, чтобы мы могли радовать болельщиков. Мы не задираемся никуда далеко. Но при этом мы хотим, чтобы работа была стабильной, выверенной. Чтобы мы понимали перспективу, чтобы мы понимали, что мы имеем на длительную перспективу. Какие-то планы строились, планы работы по развитию, по всесторонней. Без поддержки города футбольный клуб прекратит свое существование. Все прекрасно их понимают. Я всегда до конца остаюсь оптимистом. Очень надеюсь, что мы все-таки придем к пониманию, что делаем очень большое и важное дело, клуб делает. И мы займемся коренной перестройкой, не только работой в клубе, но и работой в детской школе. Сергей Георгиевич, время для нашей завершающей рубрики «Опросник» просто в этой вазе бумажки с вопросами. Ваша задача – вынуть любые три, слепую, и честно ответить, пожалуйста. Можете прямо сразу все вынуть три. Можно сразу три выключить? Ну да. Давайте. Придадим элемент случайности. Что является вашим главным недостатком? Моим лично или... Лично, лично, лично. Я думаю, что где-то достаточно мягкости. А пожестче надо быть? Надо иметь иногда смелость принимать непопулярные решения. К сожалению, с этим иногда тяжело. Ваши любимые лидературные герои. Ну вот, на самом деле, я не такой книгоман, может быть, как хотелось бы, потому что не сложилось ни по времени. Ну вот, из того, что я читал, значит, вот герой Джек Лондона у меня производит сильное впечатление своей мужественности. Вот они как раз все довольно жесткие люди. Своей мужественность, своим умением выдерживать невероятные жизненные трудности, обстоятельства. Вот это, наверное, для меня вызывает восхищение в большей степени. И последний вопрос. Качество, которое вы больше всего цените мужчине. Ответственность за все, что он делает. И обязательность. Обязательность. Это, наверное, включает все. У нас много таких ребят в команде? Мы стараемся, чтобы они были все такие. Мы воспитываем, ведем организационную работу, воспитательную. Это даже задача, ведь у нас много молодых ребят. И мы, кроме того, что мы их призываем играть, мы еще ответственны за них, как сложится их жизнь. А игра в команде меняет характер человека или нет? Меняет, меняет. Если в команде обстановка семейная, домашняя, если ребята видят, что руководители поступают именно так, то они и на требования наши отвечают податливо. Взаимностью ответственности. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с председателем совета футбольного клуба «Саров» Сергеем Безруковым. Сергей Георгиевич, большое спасибо, удачи. Надеюсь, все проблемы, с которыми вы столкнулись, разрешатся. Спасибо, я тоже очень надеюсь. Еленщий Справмioni Ищи Продолжение следует...